Привет, ты на канале о бизнесе. Когда выбираешь идею для нового дела, в голову как назло ничего не приходит. Кажется, что все это уже было и не принесло своим владельцам ничего, кроме головной боли. Ты думаешь, ищешь и еще раз думаешь, но все тщетно. Чтобы спасти тебя от этих мук, мы собрали топ из пяти классных бизнес-идей на любой вкус и кошелек. Тебе остается лишь поставить лайк этому видео и посмотреть его до конца, чтобы узнать, что мы для тебя приготовили. И не забывай подписываться на канал, мы постоянно делимся разными идеями, товарами и стартапами. Будет полезно. Рассказывая о бизнес-идеях, мы не могли обойти стороной компанию Пари, являющуюся ярким примером успешного бизнеса. Всего за один год компания Пари заняла лидирующие позиции на рынке, сделав акцент на новый технологичный сервис, инновационное приложение и лучшие условия для клиента. Если вы увлекаетесь спортивными событиями, то наш партнер Пари предоставляет 1000 рублей при регистрации по ссылке в закрепленном комментарии. А мы продолжаем. Стулья из шаров и эпоксидной смолы. Какую только мебель мы не видели. Казалось бы, чем еще можно удивить современного покупателя? Да ничем. Но нет. Смотри, какую классную идею мы нашли. Стулья из воздушных шаров. Знаешь же, как клоуну цирка крутят из длинных шариков сосисок пуделей, цветочки и пистолеты? Вот точно так же можно сделать обычную табуретку, которая выдержит взрослого человека. Как такое возможно? Все просто. Шарики обрабатываются эпоксидной смолой, поэтому становятся прочными. С этой идеей твои возможности безграничны. Ты можешь создавать самую разную мебель и продавать ее за хорошие деньги. А еще ты можешь создавать из таких шариков предметы искусства и интерьера. Футбол в шарах. Как разнообразить старый добрый футбол? Предложить игрокам почувствовать себя шарами. Эта игра может стать отличной идеей для корпоратива или праздника, быстро окупится и принесет твоему бизнесу бешеную популярность. В чем ее смысл? Ты арендуешь огороженное футбольное поле и закупаешь надувные шары. Клиент упаковывается внутрь этого шара и превращается в мячик на ножках. Несколько таких мячиков носятся по полю, сталкиваются друг с другом, падают, снова поднимаются и снова бьются. На это просто смотреть весело, а уж участвовать и подавно. К этой идее ты можешь сразу предлагать разные опции. Например, для корпоративов и других мероприятий предлагать кейтеринг, за дополнительную плату ввести репортажную съемку игры или устраивать конкурсы. Картошка всему голова. Поесть мы все любим, особенно вкусно, питательно и вредно. Так почему бы не доставлять клиентам такой вид удовольствия? А использовать для этого предлагаем всемирно известную печеную картошку. Рецепт ее прост. Запекаешь клубни, разрезаешь, замешиваешь картошку с маслом и сыром, а сверху кладешь разные наполнители. Закуски для картошки могут быть самыми разными. Тут как раз ты и можешь отделиться от конкурентов. Собери рецепты со всего мира, помни про посты и разные диеты и на этом создавай закусочный бар. А еще к картошке можно предлагать и другие блюда или сразу доставлять ее к обеденному перерыву в бизнес-центры. Так ты соберешь свою постоянную клиентуру и сможешь быстро выйти на стабильный доход. Кстати, в Телеграме собраны такие бизнес-идеи, о которых ты точно ничего не слышал. Так что загляни, ссылка в описании. Будем рады тебя видеть. Рожок из блина. Как объединить блины и лучшие вкусняшки в городе? Делать рожки из блина. Такого еще ты точно не пробовал. Рассказываем. Для создания рожка нужно испечь большой блин, какой обычно подают в закусочных. Внутрь блина можно надавить взбитые сливки, крем и разные сладкие посыпки. А потом закрутить его, как рожок мороженого. Когда начинка замотана в блинный рожок, его ставят в стакан, а сверху украшают кремом и топпингом. Это очень вкусно. А главное, поможет тебе привлечь новых посетителей. Многим захочется попробовать новый десерт с рожками-блинами. Глиняные горшки. Ручной труд не сдает своих позиций. Клиенты устали от ширпотреба и фабрик. Хочется платить за вещи с историей, философией и душой. Тут ты и появляешься. Ты с глиняными горшками, в которые вложил все самые добрые чувства. Стартовать с этой идеи ты можешь даже из дома. Просто начни с малых тиражей, распродавая готовый товар через друзей и на досках объявлений. А потом постепенно масштабируй производство, арендуй мастерскую, закупи необходимое оборудование и материалы оптом. Какие горшки можно делать из глины? Да самые разные. Ты можешь делать минималистичные горшки для кактусов и суккулентов, а можешь создавать произведения искусства, расписывая целые сюжеты на каждом горшке. А на этом все. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и ставь лайк. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!